Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Добро пожаловать в ряды вооруженных сил. Осенний призыв в Анапе стартовал. На Кубани подводят итоги курортного сезона. С какими трудностями столкнулись муниципальные власти, обсудили на краевом видеоселекторе. Куликово поле развернулось в каминном зале Центра культуры Родина. Людмила Куликова представила творческую программу авторских песен. А сейчас обо всем подробнее. 1 октября в России начался осенний призыв в армию. По плану Генштаба в ряды вооруженных сил России должны отправиться порядка 150 тысяч новобранцев. Причем многие, у кого уже есть военно-учетная специальность, смогут сами выбирать место службы. 27 октября в памяти этих ребят останется надолго. Сегодня они на целый год прощаются с родными, друзьями и близкими. 9 призывников анапчан пополнили ряды вооруженных сил России осеннего призыва. Армия научит их дисциплине и главной мужской профессии – Родину защищать. На торжественной церемонии проводов по традиции прозвучали приветственные слова представителей администрации, ветеранов боевых действий и других почетных гостей. Мы надеемся, что Анапа, как город воинской славы, будет вами гордиться. Мы желаем вам доброй команды, добрых друзей, которые смогут всегда подать руку помощи и подставить плечо дружбы. И хотелось, чтобы этим же составом, более оздоровевшими, возразились у нас город воинской славы Анапы. Провожать на службу новобранца Константина Сомова приехали его близкие друзья и родственники. Любая мать переживает за своего ребенка. Растишь всю жизнь для того, чтобы он защищал Родину, ну и нас. Главное – здоровье. Остальное все придет по мере того, как он будет в армии служить. Умения и все остальное. Он парень здоровый, умный, поэтому сориентируется в трудных условиях. Каждому из девяти новобранцев отец Геннадий надел нацельные крестики и окропил новоявленных солдат святой водой. В этот осенний призыв молодым людям, которые окончили высшее учебное заведение, дается возможность выбора. Они могут, минуя набор по призыву, пойти служить по контракту. В последнее время популярность армии среди молодежи растет. По нынешним, можно судить, призывникам, юристы очень активно захотели идти в армию. Почему? Потому что все прекрасно знают. В мае месяце было принято, постановление правительства было принято, в котором было сказано, что гражданская и муниципальная служба только при наличии военной службы проходят. И юристы пошли полным ходом. В Анапском военкомате продолжают работу призывные комиссии. Осенняя призывная кампания продлится до конца декабря. За это время 216 анапчан отправятся служить родине. Через неделю в крае состоится селекторное совещание по итогам курортного сезона. Накануне расширенного заседания в муниципальных образованиях провели рабочую встречу, на которой обсудили главное направление работы санаторно-курортной отрасли. Наталья Змызгова продолжит тему. Министр по курортам и туризму Краснодарского края Евгений Куделя провел селекторное совещание с главами городов и районов и курирующими заместителями. Темой обсуждения стала работа муниципалитетов в летний период и связанные с ней трудности во взаимодействии с краевыми и федеральными структурами бизнеса. В работе над ошибками особое внимание министр уделил вопросу безопасности перевозок детей. Коллеги, вам, пожалуйста, срок, 10-дневный срок собрать, и в протоколе это отразите, пожалуйста, собрать всех собственников учреждений детских во всех муниципалитетах, где есть, провести беседу о том, что, во-первых, каким образом надо нанимать транспорт, инструктаж проведите. Обсудили вопросы увеличения налоговых поступлений, санитарного состояния у курортных территорий организации рекламной кампании предстоящего сезона на Кубани. Участникам совещания напомнили, к июле 2015 года все гостиницы и пансионаты с номерным фондом более пяти номеров должны пройти обязательную классификацию. Есть муниципалитеты, в которых мы часто видим, с ними работаем, по ним фактически вопросов нет, а есть, которые приезжают раз в год, вот по таким вопросам больше всего. По итогам совещания глава курорта Сергей Сергеев предложил сделать специальные памятки для собственников санаториев, пансионатов и баз отдыха, которые принимают на отдых детей или планируют это делать в перспективе. Все перемещения, перевозки по территории, вернее, во время отдыха должны быть согласованы и исправим все. Выписываем, переписываем, с кем, как, за сколько уведомлять ГИБДД, чтобы получить сопровождение, либо еще, какие должны проверочные мероприятия в отношении водителей, в отношении транспортных средств, где они, техосмотр должны пройти. Что касается уборки пляжных территорий, значит, продолжаем. Мы на правильном пути. Итоги курортного сезона подведут через неделю на совещании под председательством первого заместителя губернатора края Джамбулата Хатова. Итоги дня здоровья, достижения спортсменов и успехи творческих коллективов обсудили на общегородском планерном совещании. Заместитель мэра Анапы Олег Костенко поставил руководителям городских управлений ряд задач на рабочую неделю. О криминогенной обстановке в городе доложил заместитель начальника полиции Андрей Раб. По линии общественного порядка к административной ответственности привлечено 138 нарушителей. За превышение скорости поплатили 60 водителей, 13 сели за руль пьяными. На штрафстоянку эвакуировано 60 транспортных средств. Зафиксировано три случая реализации алкогольной продукции. По каждому нарушению составлены протоколы. В рамках детского закона 1539 проведено 105 рейдовых мероприятий. Выявлено и передано родителям шесть несовершеннолетних, находившихся без присмотра после 22 часов. В городе-курорте проверили 76 иностранных граждан. Восемь привлекли к административной ответственности. Двоих граждан Узбекистана оштрафовали и вынесли решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Задачи на неделю и под постоянный контроль поставила заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко. Проверки в сфере торговли пройдут на этой неделе. Особенное внимание специалисты уделят придорожной торговле и стихийной на улице Краснозеленых. О творческих успехах Анапчан доложила заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова. За неделю творческие коллективы приняли участие в пяти значимых конкурсах профессионального мастерства. 21 октября во Владикавказе прошел пятый Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В состав краевой делегации вошла старшая группа образцового эстрадного вокально-хореографического ансамбля «Друзья» Народный ансамбль песни «Забава» городского театра по итогам фестиваля конкурса творческая программа «Кубани» заняла второе место, уступив пальму первенства Ростовской области. Отличились анапчане и на спортивном Олимпии. Баскетбольная команда привезла две победы и в Новосибирске 11 атлетов анапчан показали блестящие результаты. Куликово поле развернулось в каминном зале Центра культуры Родина. Людмила Куликова представила творческую программу авторских песен. Изящное переплетение слов и музыки в нашем следующем сюжете. Ее мир на первый взгляд прост. Дом, семья, работа. Все как у всех, но при этом в ее собственном стиле. В стиле музыки и песенных текстов. В изобилии цветов. В честь юбилея Людмилы Куликовой на ее куликовом поле расцвел еще один сказочный. Музыку к песне «Аленький цветочек» написала талантливый композитор, а исполнила ученица Анна Кравченко. Первая песня появилась для того, чтобы отправить ребенка на конкурс и быть там ни на кого не похожей, не узнаваемой, чтобы не звучал наш репертуар у многих других певцов. Потому что многократно мы сталкивались с тем, что приезжаем на конкурс, и эти же песни звучат. Дети расстраиваются, и поэтому я начала писать песни для своих воспитанников. Мы детей принимаем без подготовки. Ну, конечно, минимальные какие-то музыкальные способности должны быть. И прежде всего, желание. Среди ее учеников нет специально подготовленных и принятых по конкурсу. Людмила Куликова обучает всех, кто хочет петь, брать высокие ноты и понимать, о чем поют. Близкая и понятная детям компьютеризация, трогательная и нежная песня «Дюймовочка» на стихи Ольги Хомич. Каждая песенка – полноценный творческий номер для юных артистов. Песня «Дюймовочка» Людмила родилась в Брянске, в 90-х переехала в Анапу. Ее впечатление от города-курорта – у самого синего моря в каждой песне. «Анапа – морская душа, нам снится море», «Черное море» – воспели дуэтом «Две Екатерины». Военно-патриотическая тема тоже связана с морем и посвящена маленьким анапчанам «Подрастай адмирал». Это о ней сказано талантливые люди, проявят таланты во всем. В детстве Людмила занималась рисованием, училась танцевать и музыке по классу фортепиано. Любовь к музыке и обучению – генное наследие от мамы. В свой день рождения Людмила получила букет от сына Дмитрия, такой же, как в ее авторской песне «Букет для мамы». Финальный аккорд юбилейного творческого вечера сыграла поэт и композитор Людмила Куликова, представив премьерный выход песни «Кубань, ты моя родина». Кубань, Кубань, Раскачевальный рай, Живи, Кубань, и просветай. Кубань, 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 любимая земля, отдам всех, Кубань моя. Кубань – Олимпийская против наркотиков. В поддержку здорового образа жизни в Анапе прошел финал краевых спортивных соревнований. Лучшие команды школьников Кубани отстаивали право на звание лучших. На скакалке с флагами, на роликах, эффектными пирамидами, танцами, песнями, стихами и трюками молодежь Краснодарского края выразила свое отрицательное отношение к наркотикам. Школьники выбрали спорт. В Анапе прошел финальный этап соревнований «Кубань» – Олимпийская против наркотиков. Олимпийские кольца, гимны, почетные гости, цветы, шары и легкое волнение. Перед началом соревнований все по-настоящему. Я очень хочу, чтобы у каждого слава святалась и спадала. Я понимаю, что у нас не проигрывается, но если я так не проигрываю, и очень хочется, чтобы у нас не было встречами, потому что мы должны быть самым сильным в Краснодарском крае. В финале встретились сильнейшие команды Краснодара, Анапы, Геленджика, Обширонского, Гулькевичевского, Каневского, Приморско-Ахтарского, Новопокровского районов. Кроме презентации визитной карточки, команды бегали на скорость во встречной эстафете, вели баскетбольные и футбольные мячи, состязались в бросках волейбольным мячом, импровизированном биатлоне. Прочные позиции с первых конкурсов завоевали команды Краснодара, Гулькевичевского и Обширонского районов. Исход борьбы поменял заключительный конкурс. В синхронных прыжках на скакалке команда Гулькевичевского района за минуту прыгнула 73 раза и вырвалась вперед. Ребята заслуженно получили золотые медали соревнований и заняли верхнюю ступень педестала. С первого класса мы занимаемся веселыми стартами, и тут как бы представилось то же самое, только чуть-чуть сложнее, команды сильнее. У нас переполняли эмоции, у нас были нервы, мы очень боялись. Были ошибки, но мы пытались их исправить и догнать, что пропустили. В единстве наша сила в дружбе, в упорных тренировках. Они собрались и показали то, что могут. Столько, сколько готовились эти дети, но они достойны победы. Они сделали то, что должны были сделать. На втором месте оказался Обширонский район. Бронзу завоевали школьники из Краснодара. Напомним, 30 октября в прямом эфире нашего телеканала глава города-курорта Сергей Сергеев ответит на вопросы анапчан и гостей курорта. Вопросы можно задать предварительно по телефону 5-8657 и написав письмо на электронную почту rntv-anapa-mail.ru И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В среду 29 октября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 11-13, ночью до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА